Микс Ньюз Гость в студии Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии Ну, наверное, начнем, может быть, с традиционных вопросов. Каждый год, наверное, мы всегда обсуждаем, насколько значение Евровидения всегда говорят о том, что, ну да, конечно, там уже на следующий год забывают тех, кто был там в прошлом году, насколько это дает ли это что-нибудь артистам, которые принимают участие. Это, ну, вопрос, конечно, бесконечный говорят, но, тем не менее, три вечера на неделе вот в мае все сидят, все голосуют, все переживают и все болеют за своих. Ну да, ну, я считаю, это как Олимпийские игры, поп-музыки, да. Ну, мы тоже не все вспомнимаем, кто выиграл в Олимпиаде, там, в плавании, да, или в футболе, но мы все смотрим. И так же в Евровидении, думаю, что это самое главное, участвовать и показать свою страну от лучшей страны. Мы не всю информацию сказали перед номером телефона прямого эфира. Если вы хотите присоединиться, может быть, в Ярый болельщик, а может, вы вообще против Евровидения, может быть, вы думаете, да все там куплено. В общем, звоните 6721-2939, 6721-3939, телефона прямого эфира. И у нас звукорежиссер Евгений Копеин, которого мы забыли сегодня. Нет, я сказал. Да, а я не расслышала. Я сказал, Евгений Копеин. Я не проснулась. Я услышала и Евгения, подумала, это я. И все. Ну, ладно, в любом случае, мы его еще рассказали. Ну что, у нас проходит конкурс, у нас, не у нас, а в Израиле, в 64-й конкурс песни Евровидения. И Израиль принимает третий раз этот конкурс. Но очень большое количество, ну, мне кажется, скандалов каких-то вот, ну, рекордные в этом году. Вот самый из последних, это израильский министр культуры и спорта, Эмири Регеф, отказалась посетить открытие, потому что, ну, среди самих израильтян вот, наверное, настаивали на проведении Евровидения в Иерусалиме. Ну, там были какие-то политические из-за этого какие-то споры. Украина отказалась от участия там вот с певицей Маруф, и это была тоже там большая... Ну, то есть какое-то ощущение довольно большого количества скандалов, которые сопровождают этот конкурс. Многие призывали к бойкоту, в частности, музыканты, даже, по-моему, Роджер Уотерс из Пинк Флойд, потому что он там поддерживает палестинцев и критикует Израиль, то есть там призывал отказаться. Вот насколько политика вмешивается в песенные дела? Ну, к сожалению, очень вмешается там, как, например, когда участвуют Армения и Азербайджан, они никогда не дают пункты друг другу, да, и ненавидят друг друга, и такие вещи очень-очень часто бывают, там, Украина с Россией, сейчас Израиль тоже не самый тихий регион в мире, да, и да, так бывает, к сожалению, и не всегда музыканты сами могут решать, участвовать или нет, потому что это конкурс и телевидение, да, и там очень часто какие-то люди рассказывают, что делать и что нет. А вот что значит специалист по Евровидению? Вот для нас, для наших радиослушателей, то есть вы как-то, не знаю, статистику ведете, там, собираетесь в тайном месте, там, рассуждаете, кто будет выступать? Ну да, есть тайные мести, да, в интернете, там, форумы, закрытые такие, да, где собираются болельщики Евровидения, ну, ну и очень-очень-очень много, как это, следуй за... Да, следуй, скажу, да. Да, за этом смотрел все Евровидения с 2016 года, и да, очень много читал всю статистику, и я уже исследовал за всех национальных конкурсов, да, не только суперновы, как в Латвии, но и там, в Литве, Эстонии, Швейцарии, Швеции, ну, все. А вот зачем? Потому что очень интересует, потому что, ну, я думаю, это потому что, когда в детстве, да, мне был видеомагнетофон, я записал первые три Евровидения, где Латвия участвовала, и потом смотрел 10-100 раз это все, и знал все, и все песни знал. И так как-то интересовал это, и там есть политика, география, и ты можешь много узнать об этом странам, и всегда, когда, не знаю, там на улице встречаешь какого-то там парня из Кипра, да, и мне, о, у вас была эта песня в Евровидении, они, о, как ты это знаешь, и сразу очень хорошие там. И все, и пошла интернациональная дружба. Да, да. Мы, на самом деле, с друзьями очень много лет, у нас была традиция, мы собирались и смотрели Евровидение, именно финал Евровидения, мы прямо вон собирались с едой, с пивом там, и вот такой целый процесс был. Болели, там, ставили ставки какие-то, но по большому счету это всегда предсказуемо, да, то есть понятно, что там за Грузию никогда не проголосуют Армению, за Литву, всегда проголосует Латвия, там, и так далее. Да, ну и, конечно, за Россию очень много Латвии, то есть эти русскоязычные, которые смотрят, там тоже голосуют, то есть где-то можно это предсказать. Насколько тогда интересно ждать результатов, если в принципе можно изначально предположить, какая страна за какую проголосует, то есть вот есть конфликт между Украиной и Россией, да, ну вот примерно можно представить, что там будет, да, или это все-таки каждый раз элемент сюрприза такого? Ну я думаю, что небольшой элемент сюрприза там есть, ну ладно, мы знаем, что, например, да, Украина и Россия друг другу очки не будет дать, да, но мы не знаем. А может наоборот? Может наоборот, может Испания даёт 12 очков одному или другому, и очень, это букмекеры, да, они почти всегда скажут правильно, кто будет выиграть и кто нет. Ну, например, в прошлом году букмекеры сказали, что в финале выигрывать Кипра, но выиграл Израиль, так что немножко-немножко бывает то, что мы не знаем еще, кто будет выиграть. И это самое в этом году, большой-большой фаворит был из Голландии, Недерландс, но сейчас уже показывает, что может быть, из Франции парень будет выиграть, так что увидим. А есть, допустим, репертуары, которые однозначно сразу провальны. Да. Да, то есть мы берем какую-то лиричную песню, например, ну, с натягом можно предположить, что она победит, да? Ну, хотя нет, бывали же как раз в Евровиде, где побеждали как раз. Бывали, да, но очень редко, да, то есть именно сейчас идет акцент на шоу на какое-то, да, то есть глядя на репертуар, глядя на то, как наступает участник, можно ли сразу сказать, что это все? Ты такой аутсайдер. Ну да, если увидишь песню, и там нет вообще шоу, да, например, в Латвии в этом году, к сожалению, когда, ну, ну да, уже сразу можешь видеть, что, ну, не будет в этом году, и если в твоем полуфинале есть другая песня, такого ритма, да, такого, ну, с лучшим шоу, тогда, ну, не будет в этом году. Мне кажется, очень важно, чтобы ты был не похож на других, чтобы не было одинаковых песен, а как вот предугадать? Ага, ну этого не можно предугадать, этого не можно, но, 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 и очень важно, что даже если твоя песня не такой попса, да, такой баллада, как это, ну, баллада, да, баллада, ты, может быть, ты получаешь очки от жюри, да, потому что половину очков дает зритель, а половину жюри. От каждой стороны ты можешь получать 24 очков, 12 от жюри и 12 тысяч зрителей. А кто эти жюри? А судьи кто? Судьи кто? Кто там сидит? В каждом стране есть 5 человек, в Латвии, я знаю, там, Зиг Фридз Мухту Павел, Садриан Миглана, Диджай Руд, Илзе Янсон и еще, я не помню, еще кто-то. В каждом стране есть 5 человек, которые дают эти очки. А кто их выбирает, этих людей? Ну, вот откуда они появляются? Это очень хороший вопрос, я не помню. Вот будет чем заняться на секретном собрании, допустить откуда пришли жюри. Ну, а есть вот, например, шоу такие, я не помню, вы наверняка помните, мне кажется, это были финские участники, они были в таких, у них копыта были, рога там были, помнишь, такие кто-то. Да, лорды. Лорды, да, лорды. А, в Финляндии они были, да, вот, то есть они взяли эпатажем, то есть песня-то была, в общем-то, никакая, да, рок-рок, прям такой металл, я даже сказала. И очень не похожий на других. Ну, не похожий на других, но то есть там нету каких-то диких вокальных данных, мне кажется, то есть там были намного более сильные в плане вокального. То есть Евровидение, это конкурс не про исполнение, не про вокал. Да, да, это конкурс на сюрпризе, я считаю, что чтобы взять зрителя за эти три минуты, чтобы он вспомнил за тебя, да, и проголосовал. И лорды, они вообще молодцы, они на все, на все, все века закрыли такой термин, как Евровидение стандарт. Раньше говорили, о, это песня, как Евровидение стандарт, да, они показали, что не надо Евровидение стандарт. Добавили трешечка. Да, да, и больше нету такой фразы. У Сергея Лазарева, представителя вот от России, насколько серьезные шансы, потому что как раз вот он же делает ставку на шоу, и там появились, ну, видео с репетицией, где можно понять, что у него будут двойники, то есть он появляется как будто, ну, какая-то такая, как телефонная будочка, как кабина, и рядом вот появляются его двойники, то есть там какие-то голографические эффекты, очень там сильные. Вот насколько это, ну, может помочь? Я думаю, что Сергея Лазарева очень-очень сильные шансы получить, ну, как минимум, третье место, да. Если бы он был бы не в Россию, было бы все еще круче. Нет, нет, я думаю, что это ему в пользу будет, потому что очень много русских зрителей будет голосовать от других стран, и Россия всегда получает очень много очков от всех стран, и Лазарев, он очень-очень его любит, любит фан Эвервидене, да, он очень такой человек, он очень хороший в интервью, да, 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 и у России шоу всегда очень-очень в высоком уровне, и, как мы помним, он сам уже выступал в Эвервидене с очень отличным шоуом, и получил второе или третье место. Ну, я думаю, в этом году третье место тоже будет. А вот все-таки, если вернуться к Латвии, вот насколько большие шансы у каруселя, чтобы выйти хотя бы, ну, вот в финал, потому что это же тоже, ну, такое сложное испытание даже просто быть. Чтобы в следующем году уже не участвовать в подборочных турах, правильно, да? Да, то есть для тех, кто не знает или забыл, можно напомнить о том, что те страны, которые не вышли в финал, то есть это первые 10 мест, нет, 12 мест, правильно? 10, первые 10 мест, в следующем году они уже не попадают на Евровидение по умолчанию, должны проходить отборочный тур. Правильно же так это происходит в Евровидении? А нет, сейчас это так, что все страны должны участвовать в полуфинале, да, только не участвовать, это страна, где это... Принимающая, да, да, и Big Five, это... Ну да, вот это... Франция, Great Britain, Англия, Испания, Германия и Италия. Италия, да. А все остальные участвуют в отборочном туре по умолчанию. Да, да, и Россия, и Австралия, и все. Почему такая привилегия у этих пяти стран? А потому что они, у них самые большие зрители, очень много у них, и они самые большие деньги там вкладывают в этом мероприятии. Все куплено. Конечно, все куплено, да. Все куплено. Да. А насчет шансов в карусели, к сожалению, очень малые шансы, потому что, ну там нету хорошего шоу. Ну, надеемся на очки от жюри, да, потому что песни хорошие, и наши сабины зовут девочку, очень хорошо поют, да. Но, к сожалению, как мне сказали журналисты там на месте, когда выступает из Майден Аймс. Репетиция. В репетиции, когда уставалась Латвия, да, тогда все журналисты пошли покурить. А что по поводу денег? Потому что я слышала версию о том, что на самом деле Латвия в том числе, кстати, достаточно часто старается выдвигать претендентов, которые объективно не могут победить, потому что иначе нужно будет организовать этот конкурс, это довольно дорого, Латвии это невыгодно, выгодно сказать, вот мы поучаствовали, но, к сожалению, не победили. Вот имеет ли эта версия право на шею? Нет, это абсолютно нет, я и говорил с людьми, там и все говорят, что это было бы очень-очень здорово, если получилось бы когда-то выиграть это мероприятие. У нас был, я даже была на нем. И я думаю, это было бы очень интересно, как бы Латвия сейчас организировала это мероприятие, потому что очень много вещей меняю с Петеймом. Она проходила тогда в Сконто. В Сконто я просто была, и все пришли в пальных платьях, вот в этот вот лошадиный загон, а сейчас уже площадки другие есть. Да, 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 я думаю, ну Ария на Риге это как минимум, даже если не Межапарк. Межапарк, конечно же, уже весна, но то есть в принципе дело не в том, что нам невыгодно, да? Очень выгодно выиграть это, очень-очень выгодно. Большое количество туристов, внимание мира, то есть это реклама страны. Очень большая реклама. На ваш взгляд, вот кто должен был победить в отборочном туре в Латвии? Ну, чтобы вот были бы больше шансов. А в этом году, даже не знаю, ну может быть Маркус Рива, но тоже, но этот год Латвии не был страной лучшей. А почему у Латвии, там скажем, недостаточно сильные игроки? То есть мы после Марии Наумовой, которая победила Евровидение, в принципе, я не помню, что у нас, я могу ошибаться, но прям вот... Ну да, немножко, ну там было пару раз там Латвии, каждый был на пятом месте. Пятое, да, пятое, шестое место. А именно это шестое место. Да, но у нас не было именно, вот мы не были там в топ-3, например. Почему у нас так происходит? У нас не вкладывают в это деньги, у нас нет таких сильных игроков, или у нас сильные игроки не идут в Евровидение, считают, что это попса. Вот почему такая получается? А я думаю, это потому, что когда в Латвии есть какие-то хорошие песни, ну так что очень хорошие песни, они не посылают их на Евровидение. Например, в Швеции или Швейцарии? Швейцарии, Швеция, да. А там, это Melody Festival, это очень-очень большое мероприятие, они посылают тысячи, тысячи песен, да. В Латвии каждый год посылают около 100 песен, да. Но в Швеции это как дело престижа. Попасти в Евровидение, в это мероприятие, и все стараются это сделать. Но в Латвии это очень-очень много музыкантов считают, что это такое мероприятие, где они не хочут появляться. А вот меня немножко удивляет, почему все-таки страны, вот люди, которые выступают от своей страны, выбирают чаще всего английский язык для песни, хотя, казалось бы, ведь идея Евровидения показать разнообразие культуры, ну то есть, ну вот было бы логично, чтобы каждая страна выступала бы на своем языке. Конечно, так и было, да. Ну да, так и было бы. Но сейчас эта тенденция меняется, и сейчас это очень популярно, исполнить песни в своем языке, как мы помним, португальц выиграл также. в своем, ну, может быть, это потому, что английский язык так хорошо, ну понимает все эти языки, и поэтому... Вот я смотрю, правда, что есть вот Грузия будет выступать на грузинском, песня на грузинском языке, в Исландии, опять-таки, на исландском, испанцы всегда, ну вот я поют на испанском языке, а ряд стран все-таки выбирают вот именно английский, в том числе вот и Латвия, тут и, ну, скандинавские страны, они, как правило, поют. Хотя, да, никто же не отменял там те же титры пустить, условно можно исполнять на своем языке, но чтобы все поняли, пустить титры, например, или там в начале... Жаль, да, какой-то национальный все-таки колорит и какой-то, да, ну... Ну, вот не обидно, например, что Латвия, участвуя в Евровидении, причем, как бы, в Латвии вопрос, там, сохранения языка вообще достаточно остро стоит, и при этом мы все равно поем на английском. В чем прикол, хочется спросить. Ну да, да, почему мы... Да, Латвия, к сожалению, только один раз исполнила песни в латвичском языке, это был Fomens and Klainz Diasen Parlami, но не было даже в латвичском суперновой хорошей песни в латвичском языке, это, я вспомнил, в прошлом году была очень хорошая песня в латвичском языке, Asa Meiba, и вся Европа сказала, что это песня, с которой Латвия может выиграть вообще Евровидение, но Латвия посылала другую песню в английском языке, и ничего не получилось. Вот, может быть, она потому и посылала, не хочет Латвия проводить конкурс, или не хочет. Слушайте, у вас, вы такие, общем, прям фанаты Евровидения, у вас регулярно происходят какие-то вечеринки Евровидения, и куда вы приглашаете не всех, конечно, участников, но какую-то часть, не все даже победили, может быть, там не прошли в финал, в полуфинал, но многие из них участвовали именно. Для чего это делается? Кто принимает участие во всем этом кипише, скажем так? Вот, какая его цель? Вы думаете, эти Евровиджен партии, которые были в Риге, да? Они, Евровиджен партии Рига, это каждый год это мероприятие, я никогда не был там, к сожалению. Но там собираются участники с других сторон, потому что это тоже очень популярно, и раньше это было еще больше популярно, когда ты выиграешь в своем стороне, да? Тогда ты делаешь эту рекламную кампанию по всю Европу, чтобы там узнать всех, чтобы твои песни все вспомнили. Ну, сейчас на интернет, да, ты просто посылаешь эту песню в интернете и все услышишь, да. Заливаешь на ютубчик и больше никуда ехать не надо. Хотя к нам приезжала Кончита и пришли смотреть, что же это за чудо такое. Нет, а я помню, когда даже Филипп Киркоров специально раскручивал от, по-моему, Украины. Вот у меня вылетело сейчас ее имя. Ну, вот как раз он ездил по всем странам, ну, вот бывшего, особенно Советского Союза, и, ну, пользуясь своим именем и интересом, промоутировал ее. Кстати, по поводу Филиппа Киркорова, по идее, Евровидение – это же конкурс молодых исполнителей. Да. Изначально. Ой, у нас просто есть вопрос, может быть, мы… А, у нас звоночек. Давай, ста, доброе утро. Здравствуйте, алло. Доброе утро. Доброе утро. Александр. Здравствуйте. Здравствуйте. Прошу тебя. Ну, после Сердючки, а потом Кончиты, для меня этот конкурс просто пропал. После Сердючки я его перестал смотреть, ну, и жирную точку поставил после Кончиты. Ну, это… это неисполнительно непесенный конкурс. Возможно, для кого-то он имеет другой смысл, но как песенный. Спасибо, я понял, понял. Ну, вот вопрос, да, что насколько тут люди волнуются, что этот конкурс превращается, ну, скорее, в эпатаж, то есть, там, мужчины в женских платьях, там, трансвеститы, там, ну, то есть, какие-то такие… Уже, да, уже пошел. Ну, да, вот именно таким эпатажем и, может быть, там, ориентируясь на какие-то, ну, вот симпатии к меньшинствам каким-то, то есть, ну, вот используют эти рычаги, вот насколько это честно. Ну, да, это мероприятие очень-очень популярное среди LGBT, да, но я думаю, что это потому, что очень многие страны выбирают исполнителей, которые могут взять на сюрприз, да. Когда ты видишь, там, два парня с гитарой, играют какую-то I love you, do you love me, то, ну, но никто не будет голосовать за него. А там ставишь, там… Кончиту. Кончиту, ты знаешь. Да, это парень, это девчонка, ты знаешь, и все, о, что это такое? И ты будешь вспоминать этого еще в сне. Да, но я вот хотела все-таки… Ну, понятно, что сейчас идет у нас эпатаж, нужно обязательно как-то мега удивить, если уже не получается удивить вокально, давайте будем удивлять, там, не знаю, половую принадлежность сексуальной. Но вопрос был еще про молодых исполнителей, то есть изначально Евровидение позиционировался как конкурс молодых исполнителей, а тут появляется Бац Киркоров, который, ну, как бы уже лет 25, как не совсем молодой исполнитель, причем Евровидение, насколько я помню, вообще изначально его функция была показать именно начинающих исполнителей, да, тем, так сказать, дорогу вот в музыкальное будущее, а потом стали посылать достаточно все-таки матерых уже исполнителей. Ну, Лазарев, он не молодой исполнитель, Лазарев уже звезда у себя, по крайней мере, даже не только у себя на родине, его вообще много кто знает. Да и Пугачева принимала участие. Пугачева принимала участие. Давай Галкина еще подождем, будем все на связи с семейственностью. Нет, ну там просто то, что ее уж точно нельзя назвать начинающим исполнителем. Да, еще, ну, если там, это конкурс молодых исполнителей и старых композиторов. Да, и это потом то, что мы знаем только, да, вот мы знаем там российскую страну немножко, да, вот мы можем оценить. Нет, в Британии же, по-моему, даже Клифф Ричард, да, вот в Востоке. Да, и Бонни Тайлер. Да, и Бонни Тайлер. То есть это, ну, вот я к примеру того, что и эти уже, ну, как бы это уже, Клифф Ричард, это, в принципе, как Роллинг Стоунс там, он начинал в одно время с Роллинг Стоунс. Ну, да, там, ну, каждый выбирает то, что самых сильных исполнителей, там, Албано был в Швейцарии и что еще, что, Диджей Бобо был. Да, но, скажем, там, жюри конкурса Евровидения или вот эта отборочная комиссия, скажем так, она не может развернуть просто участник, говорить, ребят, вы что, у вас там 20 платиновых дисков, а у нас здесь мальчик вчера на сцену первый раз вышел. Ну, нельзя соотносить. Давайте, да, дадим вот шанс молодым. Давайте, присылайте молодых наверняка. В той же России, конечно. Ну, а все хочет победить, потому что, ну, в хоккей тоже ты будешь выбрать или Ковальчук, да, потому что он знает, что сделать, но и не какого-то юноша 18 лет, который в первый раз будет там. У нас еще один вопрос по телефону. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Меня зовут Янис. Здравствуйте. По поводу Евровидения, наверное, я из тех латвийцев, кто не особенно следит и не особенно смотрит. Хотя всегда информация везде появляется, и как бы краем глаза видишь, краем уха слышишь, когда про это событие говорят. Вот у меня вообще, вот задумываясь о том, что у Латвии, вот нету успеха, очень продолжительное время вот на этом конкурсе. Иногда даже не можем пройти до финала. И я как-то вот это пытаюсь сопоставить с тем, что латыши себя называют поющим и танцующим народом. Вот мне стало интересно. Может быть, причина в том, что мы отправляем не тех исполнителей, не те песни. Может быть, причина в том, что в жюри сидят не те люди. Мы пытаемся как бы, ну, якобы своих опытных профессионалов и каких-то крутых дяденек, тетенек посадить сюда. Но, может быть, они просто, ну, не понимают, как выбирать, какие критерии выдвигать. Может быть, нужно как-то поменять вот эту саму систему оценивания перед тем, как мы отбираем. Зрителям отдать, например, да. Ну, или, как бы, не знаю, сделать конкурс на жюри из зрителей, да. Не то, что там вот этих опытных крутых дядей и тетенек. Понятно, спасибо. Спасибо. Ну, я скажу, что, может быть, да, Латвия страна, которая поет, да. Но Латвия не страна композиторов, к сожалению. И это не только конкурс певцов, но это и конкурс композиторов. И, как мы видим, очень-очень часто выигрывают страны, которые посылали песню от продуцентов Швеции. Очень-очень-очень часто и там Азербайджан так выиграли, и это... А это вообще можно? Получается, ну, как бы, песня-то написана в другой стране, а изначально ведь это действительно был конкурс песен, а не исполнителей, по большому счету. Да, например, Эстония, если в этом году будет парень Виктор из Швеции участвовать, который вообще по-эстонски, может быть, пару слов может сказать. Но нет ли, скажем, такого ощущения, что с годами Евровидение существует уже девятнадцатый год, да, мне кажется? Европейный шестьдесят четвертый, шестьдесят четвертый конкурс сейчас. Латвия. А, Латвия с 2000-го, да, помнишь, как-то давно. Ну, то есть вот что с годами этот конкурс, ну, вот, мягко говоря, попсел. То есть он стал более, скажем, там, ну, может быть, маркетингом, больше монетизированным, меньше уже идет акцент на таланты, меньше идет акцент на вот эту фигуру. То, как бы, интернациональный этот дух, меньше идет акцента на национальный дух и так далее. То есть всем уже на все наплевать. Все берут откуда угодно тот исполнитель, тот же рыбак, например, да, исполнитель от одного, продюсер от другого, выступает за третью вообще страну, голосует четвертая страна. То есть, а в чем же суть тогда этого мероприятия? Ну, не терять свои вот сути как раз, кроме того, что мы получаем шоу, но такие же шоу мы можем посмотреть, ну, не знаю, голос посмотрю, вообще часто идет, да, условно. Это только русский, а есть еще там американский, да, тот же самый голос, испанский есть. То есть, какой смысл тогда несет в себе и само Евровидение? Да, это очень хороший вопрос, потому что, если мы так будем продолжать все посылать одинаковые песни, да, и кто бы... Которые написаны в Швеции, да. Да, да, да. А тогда там где-то пропадает этот смысл показать свою страну от лучшей стороны, там, например, какие-то песни в своем языке, да, или какие-то элементы народские, да. Да, да, народные элементы, какие-то культурные элементы, да, они же уже не вносятся, их как бы нет. Те же лорды показали, ну, лорды, окей, ладно, там, викинги все дела, допустим, да, но в целом... Ну, ну, были такие примеры, где очень-очень хорошо показали эти народные элементы, например, помните, там, в России были эти барановские... Да, барановские, да, барановские, да, барановские. Это была песня в английском языке и в российском языке, но, я думаю, очень-очень хорошее выступление это было. Там было и русские элементы, и какой-то party for everybody, чтобы все поняли. И возраст, опять же, очень интересный. А вот за все годы, что вы наблюдали за, скажем, Евровидим, за его результатами, были ли такие, допустим, там, игроки на вот этом рынке, которые вот запомнились, вот вообще, ну, вот лордов мы запомнили, кончитов мы запомнили. Аба. Аба, да, но мы их запомнили, потому что они, ну, мягко говоря, фрики. А если мы говорим с точки зрения и вокала, и все-таки шоу, как профессионального исполнения, то, может быть, были какие-то выступления, которые вот уже из года в год вы там переслушиваете, вам нравятся, и вы считаете вот прям вот образец, там, правильного выступления на Евровидении. Ну, да, ну, я очень-то очень люблю, когда страны посылают такие песни, как «Очень хороший прикол», да, например, пару год назад была в Румании такая песня «Йодел», это где, как это, «Йоделайт», по-русски как-то и сказать. Это такая, петь, как, ну? А, это как, это, тирольская песня, да, 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 выяснили. Очень-очень хорошая песня, потому что это опять что-то новое, да, ну и каждый год мы будем видеть, как все страны сделают что-то новое в шоу, да, потому что что-то в экране, что-то сделает там, Лазаров будет делать эти... Лазаров будет с Лазаром делать. Да, да. У нас есть звонок просто еще. Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос. Доброе утро. Доброе утро. Меня зовут Юрий. Скажите, пожалуйста, ну очень интересно у вас беседа, на самом деле, такой анализ достаточно интересный, Евровидение, на самом деле даже на российском телевидении как-то так более попсово, что ли, к анализу подошли. Ну вот вас было интересно слушать. Скажите, пожалуйста, а почему, вот если сравнить, допустим, с конкурсом Сан-Рэма, который дал и Рикардо Фолио, и там целую плеяду других звезд, почему век победителя Евровидения такой короткий? В чем же дело? Спасибо. Спасибо. Да, большое спасибо за теплые слова, во-первых. Во-вторых, да, это, кстати, вопрос, который мы тут хотели тоже задать. Почему, куда они деваются потом, все эти исполнители? Ну, очень часто после победы в Евровидении у них нету плана, что делать дальше, да? Есть, я знаю, пару случаев, когда они все сделали, ну получили какой-то... Грант, может, спонсирование, да? Да, ну Аба, да, это самый лучший пример. И Brainstorm из Латвии получили третье место, и потом получили популярность в Евровидении. И очень хорошо с этим, ну... Ну да, они воспользовались этим игроком. Правильно. Ну а остальные, зачем тогда они участвуют? Они разве не смотрят, не видят свое, скажем, будущее вот именно в музыке? Для чего они тогда участвуют? Ну, может быть, они не сделают следующий хит, да, сделают хороший альбом и не поезжают. То есть они сыграли там одну песню, да? Да, выстрелила она на хит, вот у нас, да, на Mix of Fame есть исполнитель одного хита, да? Можно до всех тогда участников Евровидения практически поставить. Ну, практически, да. И дальше они уже не в состоянии сделать второй, потому что у них нет команды. Да, нет команды, нет такого шоуа, нет такой песни. А сама страна-победитель разве не должна вкладывать своих... А потом нет, не должна. Ну, это же национальная... Ну, то есть человек поехал на международный конкурс, победил. Ну, тебе уже надо в следующем году... Да, он привозит тебе целый конкурс, то есть человек, который победил в этом конкурсе... Ну, да, премия пошел. Ну, премия-то да, но страна начинает развивать туризм сразу, да? Да, но уже надо вкладывать в следующем исполнителе. Да, но следующий может не... Ну, то есть не в каждой... Нет такого, что одна и та же страна из года в год побеждает, да? То есть ты фактически берешь там одного... У нас последний раз победила, первый и последний раз, Мария Наумова. Это когда было? 11 лет назад, 12-17. Нет, 17 лет назад. Лет 17 назад, да? 2002 год, по-моему. Вот после этого у нас не входило даже в топ-3. Да. В принципе, как бы, да? То есть почему не вложить там в этого же музыканта, который будет дальше? Он уже известен в Европе, он уже несет определенную славу и популярность в своей стране, да? Это тоже лицо страны, в принципе. Почему в него не вкладываются? Да, нужно там готовить следующего. Мы не подготовили следующего. Он не победил, в него не вкладывает, продолжает вкладывать в Марию Наумову, условно. Подготовили третьего. Третий не победил, мы продолжаем вкладывать в Марию Наумову. Мария Наумова стала там более-менее известна, популярна. Она уже двигается, может быть, уже самостоятельно, уже профессионально и так далее. То есть мы там берем следующее взращивание. Но почему страна не вкладывает, там, не знаю, как спортсменов, например, у них есть какие-то там, да, финансирования условные и так далее. Почему здесь этого нет? То есть у нас государство, например, вообще государство в целом, они не признают, что этот конкурс серьезный. Или жалеют денег, или не считают, что это нужно. Ну да, к сожалению, в Латвии в этом конкурсе вообще не вкладывают большие деньги, да. И уже 10 лет назад, когда кризис был, там вообще говорили, что не надо больше участвовать в... Большие – это сколько? Вот сколько надо вложить музыканта? У нас есть какие-то цифры. Там, 2 миллиона, чтобы он пошел участвовать в конкурсе. Это много. Или артисту нужно самому чуть ли не оплачивать. Есть вещи, которым, да, артисту самому надо платить. Но я, к сожалению, не знаю эти цифры, но я знаю, что чтобы сделать хорошее шоу в Евровидении, это очень дорого. Там, например, хочешь, чтобы там дым появился, 50 тысяч, да, например. И где они их находят? У каждого участника Евровидения нет почки, да? У каждого участника в Евровидении есть свое телевидение, которое дарит эти деньги. И поэтому всегда хорошее, очень хорошее шоу, вы увидите, в Азербайджан, да, они очень много денег там вставляют. Очень хорошее шоу всегда будет в Швеции, России, эти страны, которые... Испании, я знаю, один шоу в Испании был, я не помню, в 2009 или 2010 году, был на полтора миллиона. Ничего себе. Там, и, да, в Латвии нет таких денег, чтобы вставить это все в одном кресле. Ну, получается, что, например, условно, вот от России выходит Сергей Лазарев, или там Филипп Киркоров, или Алла Пугачева. Там складываются эти деньги. Матерые, известные музыканты, которым, в принципе, не нужен даже спонсор, потому что, если они захотят, они просто возьмут несколько своих собственных миллионов и вложат собственных в себя же. Поедут сами же на конкурс, может быть, его победят, может быть, нет. Но, как бы, они совершенно тогда неконкуренто... Ну, то есть, молодые тогда исполнители абсолютно неконкурентоспособны. Потому что, если я вдруг обнаружу у себя там талант петь и захочу там участвовать, у меня нет денег сделать дым за 50 тысяч. То есть, даже если ты победишь в национальном отборе, получается, что тебя отправляют и говорят, ну, все, давай за свои деньги. И тут приходят, да, и тут какой-то проходит там бесталантный, может быть, не очень хорошо поющий, но с большими деньгами. Или уже получивший где-то известность. Потому что мы знаем, что и Филипп Киркоров, и Пугачев, и Лазарев просто годами поют фонограмму, просто халтурят регулярно, на самом деле. Иногда отрабатывают, иногда нет, иногда просто чёс идёт. Но в любом случае, их финансовый багаж, он совершенно не сопоставим с моим, например, да, или с музыкантами из Латвии, допустим. И если мы говорим, что Евровидение тоже конкурс прошёл, тогда однозначно побеждает тот, кто просто вбухивает больше денег. Причём это не вопрос государства, это вопрос личных твоих бюджетов, да. Ну, то есть, получил, не получил, договорился там с Газпромом, не договорился, так это происходит. То есть, это не честно всё. Ну, расстроенность. Деньги должны быть у телевидения, из страны, в которой ты участвуешь. Но, да, если у тебя нету деньги большие, тогда у тебя должен быть такой номер, чтобы все тебя вспомнили. Например, это тот самый португалец, да, который выиграл Салвадор. У него вообще ничего не было. Он стоял, один свет, и не там, не дым, не какие-то эффекты, фейерверки, не знаю, этого всё не было. Он просто стоял, очень-очень хорошо спел свои песни, и все вспомнили, какой прекрасный парень, да. Потому, ну, может быть, не всегда надо шоу на полтора миллиона. Может быть, ты что-то можешь придумать нового, как получать свои. Ну, вот голосование, например, насколько оно получается справедливым? Потому, что мы знаем все вот последние скандалы в России, голос «Дети». Там, ну, вроде бы, с одной стороны, всё, ну, как по-честному, но известно, что просто покупались карты. Ну, то есть, вот покупаются карты, даются людям, которые, это всё стоит денег, ну, это вкладывается, ну, то есть, там, дочь певицы Алсу и просто не очень богатые родители не могли себе позволить вложить деньги в то, чтобы скупить эти сим-карты, и с них отправлялись там по 20 голосов за неё. И вот получается, что также можно выиграть и Евровидение. Условно говоря, в каждой стране ты купил большое количество такого рода карт, попросил людей, заплатил им там деньги, чтобы они проголосовали за тебя, и всё, и у тебя куплена победа. Ну, да, если так попробуем, ты можешь звонить из Эстонии, да, если ты знаешь номера, ты просто взял телефон и позвонил. Но Евровидение – это мероприятие, которое смотрит около 200-300 миллионов зрителей во всей Европе. Столько не купишь карты. Столько не купишь, да. Ну что ж, спасибо большое. К сожалению, вот время у нас закончилось, хотя звонки продолжаются, но, может быть, мы ещё встретимся после Евровидения. А мы после ещё, будем подводить итоги потом. Спасибо большое. Спасибо вам большое. До свидания. Всего хорошего.